Этот урок будет посвящен технике Микошифт, которая переводится как сдвиг частиц слюды. Этот эффект получается при наложении текстурного штампа на раскатанную поверхность металлической пластики. В результате на поверхности изделия мы можем создать переливающие узоры с трехмерным 3D эффектом. Глина, которая нам понадобится для создания такого 3D эффекта, должна быть металлизированной. И в церните есть такая серия, она так и называется, цернит металлик, и у нее богатая цветовая гамма. Сама техника по себе очень простая, вы сейчас увидите, как можно получить красивые эффектные украшения, используя очень простые приемы в лепке. В качестве основного цвета я взяла номер 058, раскатала его на толщине в 2 мм и беру текстурный коврик. Накладываем текстурный коврик на поверхность раскатанного пласта, еще раз скалкой все это прижимаем, причем так плотненько, чтобы у нас фактура отпечаталась на поверхности глины. Дальше берем лезвие, здесь лезвие должно быть тонкое и гибкое, потому что мы его как бы посерединке прогибаем немножко и срезаем верхний слой, именно тот слой, который у нас идет с выпуклостями и наоборот впадинками. Мы должны поверхность пласта сделать максимально ровной, рисунок продавливается вглубь, это все из-за частиц микрослюды, которые входят в состав глины. И рисунок как бы мигрирует, уходит вглубь, он продавливается на более нижние слои. Сейчас я срезала верхнюю неровную поверхность от текстуры и прикатала все скалкой для того, чтобы выровнять поверхность. И теперь беру каттеры, в описании я оставлю ссылочку, где приобретала каттеры, и вырезаю заготовки под будущие серьги. Я вырежу 4 заготовки для двух пар сережек, подбираю наиболее понравившийся мне рисунок на поверхности глины, где он более четкий. И еще прорежу 4 маленьких заготовки, которые будут у нас держать пусеты. Сейчас рисунок не очень четкий, не очень яркий, но весь эффект появится уже после запекания. А когда мы еще эпоксидной смолой все это покроем, проявится эффект настолько четко, что вы сами поразитесь, как легко работает эта техника. Сейчас я все аккуратненько снимаю с рабочей поверхности, перекладываю на плитку, на ней же буду запекать. И взяла нежно-розовую глину 052 номер, также из серии Цернит Металлик. И хочу повторить те же самые действия, сейчас создать еще один пласт с точно такой же фактурой. Кстати, коврик у меня тоже от фирмы Цернит. Создаем еще один пласт, переводим фактуру на поверхность, и аккуратно лезвием я срезаю все неровности, которые есть на поверхности глины. Если вы заметили, что все вот эти вот срезанные верхние части красивые я оставила на рабочей поверхности, сейчас объясню почему. Здесь я решила, что на светлой пластике я буду использовать обрезки от предыдущей работы коричневой. Я на пласте наживила, не прорезала до основания, а только наживила контуры будущих сережек. И смотрю, где у нас боковая поверхность граничит, и в том месте выкладываю вот такие вот красивые резные обрезки. У нас здесь неровный край, где-то какие-то часовые механизмы. И получается, внутри у нас будет рисунок в технике Микошифт на светлой пластике, а по краям кое-где будут такие коричневые переплетения, вставки. И сейчас по контурам вырезаем заготовки, так же, как мы наживляли их на пласте, и вырезаем маленькие заготовки под пуссеты. Убираем всю лишнюю пластику, опять же, перекладываем заготовки на керамическую плитку и ставим на обжиг. И вот сейчас вы видите заготовки, уже после обжига вы видите, что проявился рисунок, но недостаточно ярко, но в любом случае намного ярче, чем в свежей пластике. Сейчас мы должны подшлифовать края, сделать их максимально гладкими, дальше обезжирить поверхность, потому что сейчас мы будем работать с эпоксидной смолой и будем делать заливку. Эпоксидная смола раскрывает поверхность пластики этого 3D рисунка, он будет более четким и ярким. Сейчас разводим эпоксидную смолу и на обезжиренные поверхности заготовок наносим смолу и равномерно распределяем зубочисткой по поверхности. Дальше нам нужно будет выждать 24 часа для того, чтобы смола застыла, и мы смогли приступить к обратной стороне сережек и креплению металлической фурнитуры. Убираем пузырьки воздуха, обязательно горелкой, и на 24 часа забываем про наши заготовки. После того, как смола подстыла, обратную сторону и основу пусеты я предлагаю приклеить на УФ-смолу и высушить их в лампе. Так будет быстрее, только не забывайте, пожалуйста, после сушки обезжирить обратную поверхность, чтобы она не была липкой. У меня УФ-смола матовая, поэтому поверхность с обратной стороны будет выглядеть матовой. После того, как смола подстыла, нам нужно будет вкрутить штифты в верхнюю и нижнюю часть, хотя можете проделать и сквозные отверстия и подвесить это все на соединительном колечке. Здесь кому как удобнее. Может быть и такой, и такой вариант. Если вкручиваете штифты, обязательно проклеивайте винтовой механизм штифта быстросохнущим клеем, либо эпоксидным клеем, тем клеем, которому вы доверяете, и только потом вкручиваете штифт. Вот, пожалуй, и все. Вот такая вот простая техника, с которой может справиться любой новичок. Она подвластна всем. Главное иметь фактурный коврик любой и саму полимерную глину из серии Металлик. Если остались какие-то вопросы, задавайте их внизу под видео. С удовольствием отвечу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!